Все началось в марте нынешнего года. Возле жилого дома 62 на улице Гоголя прорвало трубу. Жители немедленно вызвали аварийные службы для устранения неполадок. По словам граждан, рабочие устранили аварию только на время. И вот уже третий месяц вода затапливает подвал жилой пятиэтажки. Засунули хомут, опять закидали 3-4 этих ковша глины туда и уехали. Вот опять сочится вода, полная яма. Через два дня приехали, в яме вода собирается. Они водовозку вот с той стороны подогнали, воду откачали в двух водовозках, вывезли. А в итоге опять полная яма. Вот через два дня каждый раз водовозка. Зачем нужен этот мартышкин труд, вы скажите? Фаэля Ашмаметова вместе с мужем живет в этом доме на протяжении 60 лет. Но проблем не было никогда. Всегда был аккуратный чистый двор. Но вот уже три месяца пенсионерка вместе с соседями борется за право жить в чистоте и безопасности. Фаэля Ашмаметова живет на первом этаже. Из-за постоянно текущей воды в квартире очень сырой и появились насекомые, говорит бабушка. Невозможно темно. Идешь на ощупь. Как бы не упасть. То двери, то стенку щупаешь. Темень невыносимая. Ни в спальне, нигде. Мало того, что от сырости и пол холодный, и все невозможно. Постель какая холодная, ложится невыносимо просто. И везде мошки и комары. Не уснешь всю ночь. Помогите, пожалуйста, с этой большой-большой проблемой. Я сама тоже инвалид второй группы. Мне тяжело. Жильцы беспокоятся за безопасность детей. Ведь ребятишки играют там, не задумываясь о последствиях. Мало того, что разрыта глубокая яма, постоянно заполненная водой, так еще и ветхие деревья, которые могут свалиться в любую минуту. Жители настойчиво твердят, что деревья нужно срубить. Тогда будет проезд и для техники для вывоза глины. Потом приехали, нагнали техники сюда. И бульдозер, и камаз. Ну, вроде как будто тут лес густой резать. Вы не видели, сколько тут было техники. Наверное, вся карагандинская новая техника была здесь. Толку? Ноль. Разрыли, чопики наточили, забили. Там, наверное, труба решето. Через два дня опять звоню. Течет опять фонтан. Оно с глиной бьет, желтое. Уровень только, пожалуйста, вот посмотрите. Мы решили обратиться за разъяснением в Караганды-Су, где нам рассказали, что водопровод действительно старый. Существует он там с 1972 года и подлежит плановой замене. Данный котлован после ликвидации аварии был временно спланирован. 14 мая на водопроводе по улице Гоголя возникла и была ликвидирована бригада ТО Караганды-Су авария на водопроводной линии. По завершении аварийных работ котлован был первично спланирован. Было обнаружено, что водопроводная линия, снабжающая водой дома Гоголя-62-64, находится в ветхом состоянии и ей требуется замена. Бригады ТО Караганды-Су после этого приступили к подготовительным работам, включающим в себя вручную шурфовку высоковольных кабелей электроснабжения и связи. Это входит в подготовительный объем работ до начала замены водопровода. Водопровод будет заменен в ближайшее время и настораживающую яму вскоре устранят. Работники Караганды-Су обещают, что новый водопровод будет протяженностью 420 метров диаметром 160 миллиметров. А сердце Замбаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.